Музыка По адресу Соботская 57, оно не используется, оно находится в разрушенном состоянии. Его использовать как детский оздоровоченный, для оздоровления детей, это имущество практически невозможно. Мы обращались в разные структуры, чтобы нам как-то посчитали, посмотрели, возможно ли его использование, но, к сожалению, нет. То есть несоответствующее заключение? Да, да. Освета на сегодняшний момент в данном имуществе не нуждается. У нее хватает мест и хватает оздоровительных лагерей для того, чтобы оздоравливать детей. И что Вы хотите? Мы хотим забрать ее из Соботки. И куда? Что Вы видите с этой территорией, с этими зданиями, и какие дальнейшие их используют? Ну, как вариант их продажи, потому что оно разрушено. Денег у нас, насколько я понимаю, в бюджете не хватает на сегодняшний день для того, чтобы что-то восстанавливать. То есть на руках у Вас есть соответствующие от состояния данных объектов, у Вас есть подтверждающие от осветы документов, потому что им не нужны эти объекты. Правильно? Да, есть. Ну, если так, то все равно, мы не можем разбираться. А сколько воз выходит приблизительно этот объект? Где-то порядка 150 тысяч. А охрана на нем какая-то есть? Да, люди есть, конечно. Вот они больше в основном тянет эту охрану. Так, у меня есть запитание еще. Педприятие коммунальной властности «Фромація». Подивлюсь, два объекта международными объектами. Это уже следующее. Да, следующее. Еще есть запитание? Шановные поведения. Нема запитания? Кто за это, чтобы данное питание вынести на расследование сессии? Кто за это? Я говорю себе. Значит, мы предлагаем пять объектов. Два из них. Это у нас с кинобаланс информации. Это село Явкино Башканского района. Один объект. И второй объект у нас село Нечайное Николаевский район. Эти объекты не используются уже по назначению достаточно долгий срок. Находятся в полуразрушенном состоянии. Сейчас у «Формации» закрыты лицензии на торговлю там. И в этих селах работают ФАПы по обслуживанию населения медикаментами. И они так же у «Формации» тянут деньги. Что-то с дефицацией у «Формации» забрали. Такого не может быть. А нет. Оно не соответствует... На торговлю там. На торговлю там нет. В этих объектах. Они не соответствуют каким-то определенным их нормам. Я понимаю. Заключены договора, где с частниками, где с «Формацией» на реализацию медикаментов через ФАП. И есть документы, что «Формация» согласна у вас на городах и церкви. Мы сборняемся от педагогов. А подскажите, пожалуйста, мы можем как-то нашу «Формацию» в тех объектах, особенно в городских, мы можем как-то помочь этому коммунальному предприятию в плане чего? То есть я запрашивал перечень объектов, которые у нас в аренде. Участники фахов, там, и всего остального. То есть смотрел бы, сколько платят они там за аренду. Мы можем какие-то ватриятные условия для нашего коммунального предприятия создать? Как вы думаете? Смотрите, я хочу у вас уточнить, что ни один фармацевский объект, частный ФАП и частник не работает. Ни одна частная аптека. Это, ну... Нет, я имею в виду, что, допустим, там какая-то больница, она нас дает помещение для фармацев, плюс еще для частных каких-то других ФАПов. Да, но, к сожалению, мы не можем пройти мимо антимонопольного и только для своего коммунального предприятия создать условия. Какой-то 50% на зуба аренде или еще что-нибудь? Не можем так делать? Закон или мимо? Репуту нет. Не можем, потому что все должны быть в равных конкурентных условиях. К сожалению, так. И они участвуют в равных... И вот в районах они тоже, когда арендуют в районах не в своем имуществе, они тоже участвуют в районах. К сожалению, существует антимонопольное законодательство, которое очень жестко это регулирует. Только мы такое что-то, грубо говоря, сделаем, нас сразу же и их в первую очередь накажут. А это уже законодательство? Это уже на уровне Зерковной Рады, если бы какие-то давали к ним преференции. У нас как в районах часто фармацевая выступает... Ну, частнику не надо, допустим, те же наркотические средства, которые там идут. Они не хотят, они уморочные... Им не надо, это головное поле, это постоянные проверки, это надо сигнализация, это решетки, все остальное, сотрудники, все. А фармацевая, ну, она несет эту социальную нагрузку. И на многие препараты, и на все остальное то, что не берется частник. Поэтому, как бы хотелось бы поддержать эту фармацевую, ну, она все-таки наше нормальное предприятие. Там есть и якость, там есть и ценовак, позиция пациента... Но они по программе работают, да? Они работают доступные лиги... Ну, спросим, чем мы можем помочь им? Они работают по доступным лигам, они по этой программе, они по инсулину работают по этой программе. Они работают. Вот вы же с собой право... Ну, я не могу... Я не могу, я не могу. Почему? У меня право запросить, у меня право... Не против? У вас есть информация? А это, допустим, одна греха? Да, я не знаю. Для фармацевых, одна греха? Нет. Это не на меня? Нет, нет, я против. Для всех, кто у нас... Ну, вот, допустим, информация, я хочу сказать. И если вы решили это вопрос о забезпечении населения медикаментами, в Нечаянном и в Яркенном, то тогда можно ставить вопрос о продаже этого воина. Если вы решили это вопрос, если вы решили это вопрос, что они не забезпечены, а кто-то закрывает, даёт им опыт и скажет так. Участник зашёл. Если там, ну, идёт отражение субъекта каких-то их объектов, если можно приглашать или руководителей, чтобы услышать их? Понятно. Парни, у нас вопрос. Смотрите, от нас наше прошло, что я страницу. У нас проект решения только есть явки, но нечаянно. А в этом перереке ещё, Тима Альбом, есть очагов и два места Некольских столок 6 и 24. Да, очагов то, что мы отрождали. Вот сейчас это витрила. И мы пропонуем объект на Некольской 44 и 46. Это как вариант развития событий, что делать с данным имуществом. На сегодня у нас есть ориентовная цифра, я ещё раз подчёркиваю, ориентовная цифра на его реконструкцию, ремонт. Это более 60 миллионов гривен. Потому что это историческая памятка, там увеличение идёт коэффициент 2,8. Ну, 50 миллионов на реконструкцию. Извините меня, тут на Терраган надо в онкодиспансер 35 миллионов рублей. Я так понимаю, в судах, данные будовые в судах разлетаются. Мы можем правила выносить и ставить питание про включение на продажу. Они не в аресте, не в аресте. Мы с субъектами сунем. Не в аресте, а не в аресте. Мы сунемся с субъектами. Ваня Викторовна, смотрите. А Чакова понятно, у нас есть вопрос. А Некорская по вопросам будет входить? В советские дня мы думали, что она сейчас поиски делится. У нас 5 объектов, правильно? Да, 5. Вот 3, 4, 5. А Чакова мы проговорили. Да. Сейчас проговариваем Нечайная и Яркина. В Некорская будет входить какой вопрос? В этот же вопрос входит. То есть всё будет? Всё, да, это один единый перечень. Мы предлагаем 5 объектов в этот перечень. Каждый объект нам говорит. Нам надо озвучивать этот вопрос, потому что мы не участвуем в Ташниковской. Это одно решение, в котором 5 объектов. Мы суды решили. Скажем так. Право собственности не осталось. У нас собственность находится. У нас собственность находится. У нас собственность. Собственники много. Судятся те, кто арендовали. Они на аренду. Там несколько было. Ну слушай. Давайте запильним вас. У нас фармация на очереди. Давайте. Є ещё запитания по этому вопросу? Добрый господин. Давайте. Усуёмся в зависимости от этого вопроса на сессию. Это на СССР. Ну да. Это розовое здание, бывший городсполком, как его там называют? Там были офисы. То есть мы хотим продать его? Посмотреть на приватизацию? Да, да. Мы пропонуем его, либо вот деньги сумасшедшие на его реставрацию. Нет, я озвучила, что возможен вариант его реставрации. То есть судать в аренду невозможно состояние не позволяет? Нет, мы сделали техническое заключение, нахождение людей там невозможно. Его надо реставрировать. Мы сейчас обовариваем его, правильно? У нас какой вопрос? Если мы здесь рассматривали очагов и рассматриваем сейчас фармацев. Никольская. Повестки дня какой? Повестки дня какой? Есть проект решения про проезд объектов приватизации. В этот проект решения входит пять объектов. Это какой вопрос у нас будет? Все, все, все. Почему это проектиршненько? Я не знаю, но мы полностью. Так, ну, Николай, вы с вами за медицинского питания все точно на сельский. Кто знает? Я. Стоит еще. Стоит еще. Стоит еще.